Брачные союзы берут на себя обязанности, определенные по созданию семьи. Ну, это, так сказать, из истории. А вообще, брачный союз – это брак, это общественный институт древнейший, который упорядочивает супружеские отношения, межличностные и сексуальные. И этот союз признается обществом, который порождает взаимные права и обязанности в пару вступающих в брак. Брачный союз, результатом его является семья. А семья – это социальный институт, как раньше говорили, в ячейках общества. И семья имеет свои характерные особенности. Что же такое семья? Семья – это, в России, это союз мужчины и женщины. Другого у нас союза не признается. Союз добровольный, основанный на заключении брака в органах ЗАЦ. И члены этой семьи, в семье берут на себя определенные обязанности, в частности, по воспитанию детей, имеют брачные и сексуальные отношения законные и отвечают по своим обязательствам, имеют каждый свои права и свои обязанности. Вот что такое понятие «семья» с точки зрения законодательства. В Российской Федерации особенность семьи – это моногамная семья. То есть семья, состоящая из двух супругов – мужчины и женщины. Это особенность семейного союза именно в Российской Федерации. То есть, если мне не поставили штамм в паспорте о заключении брака, я не могу назвать себя семьями. На законодательном уровне? Именно на законодательном уровне. Да, я чуть позже скажу, какие у нас формы брака существуют, и какие из них являются законодательно закрепленными. Да? Уже можно, да? Да, уже можно. Значит, как я уже сказала, особенности семьи в Российской Федерации – это моногамная семья, состоящая из мужчин и женщин. И самый популярный вид брака, который юридически называется гражданский брак. Вот, может быть, мы немножко… Понятие гражданское у нас другой брак, да, получается, что люди живут без регистрации брака. Это называется сожительство. Да. Ну, а гражданский брак – это и есть брак, который называют официальным, светским и законным браком. То есть гражданский брак заключается в органах ЗАЗ, где жених и невеста, значит, регистрируются по взаимному согласию и принципам добровольности. Значит, и этот брак, заключенный в органах ЗАЗ, гражданский, является законным с точки зрения юриспруденции. То есть он, на основе него заключаются всякие имущественные отношения и прочие другие отношения, которые возникают в результате жизни супругов. Так только после регистрации в органах ЗАЗ брак считается законным. Ну, и другой, как мы говорим о том, что может быть гражданский брак, называясь также союз влюбленных, которые вместе живут, воспитывают детей, ведут заместный быт, называют друг друга мужем и женой. Но этот брак фактически он не зарегистрирован в органах ЗАГС и с точки зрения юриспруденции не считается законным браком. Ну да, даже нет такого понятия гражданский муж, он называется сожитель. Как бы это слово. Или союзы называют именно еще как бы сожительства. Сожительства. На юридическом языке это сожительство. Хотя, отличается он от гражданского брака, бывает так, что только отсутствие регистрации в органах ЗАЗ. Все остальное семья существует как обычная полноценная семья. То есть официального статуса, если нет официального статуса супругов мужем и жены, значит у них нет и обязанностей, и прав. То есть случится какая-то ситуация лидическая, отсутствие законной регистрации брака в ЗАГСе будет являться основанием для отказа в мучительных и других спорах. Ну и третий вид брака, который у нас существует, это церковный брак. Такой брак тоже существует в Российской Федерации. И он у нас тоже не считается официальным, хотя многие обряды все существуют в церкви только после регистрации супругов в ЗАГСе. Да, я только сейчас предъявила, что по предъявлению тем длительства заключение брака именно в органах ЗАГС. Только после этого происходит церковный обряд заключения брака в храме в церкви. Но, по моим сведениям, это не происходит не всегда. Некоторые считают, что лучший брак и самый крепкий это брак в местах заключенных. Но даже если они зарегистрировали брак в церкви, без регистрации в органах ЗАГСа, брак не будет считаться средским. То есть это со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, да. Он будет перед Господом законен, а перед светскими сурфуами? Никак и что, да. Ну, теперь немножко поговорим о целях и принципах семейного права. Чем даже регулируются вот эти отношения? Семейное право – это система правовых норм, регулирующих семейные отношения. Конечно, основным законом, регулирующих семейные отношения, является Семейный кодекс. Конституция, естественно, Семейный кодекс, где более подробно Гражданский кодекс, то есть наши кодексы. И вот в статье 1-й Семейного кодекса как раз и озвучены принципы семейного права. Принципы семейного права у нас такие. Добровольность, согласие, наступление отношений в браках семьи. То есть, действительно, заключение брака должно быть взаимным и добровольным. Это основа заключения брачного союза. Единственность брака. То есть, брак в России только один. Нет у нас многоженства и монобленности. Взаимоотношения, различные взаимоотношения при разрешении проблемных ситуаций внутри семьи. Защита прав и интересов детей и нетрудоспособных граждан в семье. Равноправие обеих супругов. Воспитание детей в семье. Забота о них. Запрет на ограничение брака лиц по какому-либо неравенству. Расовому, социальному, религиозному и так далее. То есть, вот это основные принципы семейного права, которые определены в Семейном кодексе. То есть, отношения настолько важные внутри семьи, что они должны регулироваться Конституцией и Семейным кодексом. И семья, материнство, отцовство находятся под защитой государства. Это тоже определено Семейным кодексом. Так с какого же возраста разрешено у нас составлять брачный союз? Опять же, брачный союз у нас, это все регулируется Семейным законодательством. Как я уже сказала, в статье 13 Семейного кодекса так и называется брачный возраст. Так вот, брачный возраст устанавливается 18 лет. Это когда мы никого не спрашиваем. Да, то есть 18 лет. Собрались и идем. И идем. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления, то есть в нашем случае, то наша местная администрация, желающий вступить в брак в праве по просьбе лиц, может допустить разрешение брака в возрасте 16 лет. 16 лет. То есть это то, что предсказано в Семейном кодексе. Но есть еще и случаи, когда разрешено заключение брака до достижения возраста 16 лет. Это может быть только законами субъектов Российской Федерации. В данном случае в Мурманской области у нас есть закон, вот так и называется, закон Мурманской области об условиях и порядке вступления в брак из недостигших возраста 16 лет. Закон от 96 года мы с нестением изменений в дополнение. Так вот, статья первого данного закона гласит, что брачный возраст для несовершеннолетних граждан, не достигших 16 лет в виде исключения, с учетом особых обстоятельств, не может быть моложе 15 лет. То есть 15 лет это нижняя граница брачного возраста. А может ли гражданин, гражданка вступить в брак для того, чтобы улучшить свои условия? Допустим, ей угрожает или ему что-то в жизни угрожает? Ну вот статья вторая, как раз закона Мурманской области, она так и звучит. Особое обстоятельство для вступления в брак из недостигших возраста 16 лет. Что же это за обстоятельства? Ну, самое популярное, распространенное, это рождение ребенка и фактически нахождение его при матери, желающей ступить брак. Наличие беременности 22 недели и более, прерывание которой противопоказано, по медицинским показаниям. Непосредственно угроза жизни одной из сторон, той из супругов. И в случае, когда беременная несовершеннолетняя женщина, находясь в тяжелых материальных или экстремальных условиях, угроза сирота, или неполная семья, или неблагополучная семья, в случае вступления в брак улучшить условия свои и если есть будущий ребенок. Вот наличие этих обстоятельств позволяет заключить брак на мужа 16 лет, но не младше 15. Но в других регионах, как у нас в Кавказе, например, там есть свой закон, свои национальные особенности. Вот в нашей Мурманской области не младше 15 лет. То есть 15 это внешняя граница. Мы сейчас с вами поговорили о том, кому позволено вступать в брак, а теперь давайте, существуют ли абсолютные запреты на сутружество. Вообще есть такие какие-то запреты, и кому законодательно запрещено вступать в брак? Конечно. Опять же это все у нас регионизировано нашим семейным кодексом. Есть статья 14, которая у нас обстоятельства огласит как обстоятельства, препятствующие заключению брака. То есть там все прописано. В каких случаях нельзя заключать брак? Ну, то есть 10 человек, люди спокойные. Это точно знаю. Значит, смотрите, в следующие пункты. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в браке. То есть в России у нас моногамная семья, хотя наказания за многоженство у нас нет. Но при подаче заявления супруги берут на себя ответственность за то, что они не состоят еще в браках и предоставляют в случае, если бы не были предыдущие браки, документы о расторжении. Но тем не менее это их личная ответственность за то, что где-то в небратной расторгли, пришли подавать по музыке. Это и наказание не за это. И нет, на это за это. И мы можем теперь у нас единая база по стране, в конце в случае того, если он сомневается в чем-то, может проверить существование брака у данных гражданина по единому. И отказать регистрацию. Да, может, если он это скажет. То с основания для этого есть. Значит, не допускается брак между родственниками, родственниками по прямой нисходящими, сходящими людьми. То есть родители, дети, бабушка, дедушка, внуки полнородными и неполнородными, то есть имеющими общих отца и мать. То есть нельзя адресферовать брак, братьями и сестрами разумеют. То есть понятно, да, что никогда родственные связи у нас не приветствовались. Ну а допустим, они единоутомные брат и сестра, имеют разные фамилии, разные отчества, это все равно брат и сестра. А где написано тогда? В общем-то они пришли наступать в брак, и это уже получается на их судьте. Да, тоже на их судьте. То есть при подаче заявления, я вам говорю, предъявляются паспорта, значит, ли вступающих в брак и подтверждающие отсутствие предыдущего брата документа. И все, а то, что они имеют одну общую магу, мы специалисты органов, а сахнем бюджет, обозначают подлинности, поэтому тут уже, как говорится, но все относительно. Да, относительно. Ну, естественно, запрещено браки между усыновителями и усыновленными, ну и медиаспособными, как вы сказали, вследствие психического расстройства. То есть вот основные пункты. Вступать в брак, вот раньше, насколько я помню, очень пожилых людей не регистрировали. Сейчас такого нет, то есть без ограничений. То есть есть граница нижняя, верхняя граница нет. У нас было два года назад, пара была, супруги из нашего приюта для пожилых людей, им было почти по 90. Ну, если мы обоим 90-м, а допустим, ему 90-м, а ей 25-м. Как вот, то есть, у нас бывают такие браки, то есть вот есть такой понятие, как фиктивный брак еще, да, но опять же доказать его в организации невозможно, потому что один из принципов брака – это семье, это введение общего хозяйства, да, общего быта. Они приходят, подают заявление, документы, соответственно, нет оснований по их разновозрастности отказать ему в заключении брака. То есть теперь нужно все? Да, потому что когда мы регистрируем брак, мы обязательно спрашиваем, является ли ваше желание добровольным и взаимно. И если пара, которые 80-20, ответили «да», то у нас основания отказать в регистрации. Не в таких основаниях. Ну, тогда отсюда вытекает следующий вопрос о правах и обязанностях супруга. Ну, конечно, права и обязанности есть, понятно, да, когда мы заключаем брак, мы говорим, что на каждого из вас сегодняшнего дня возлагается новые права и обязанности, поэтому перед регистрацией, вот как раз и спрашиваем, а являются вами ваше желание добровольным, да, и взаимным, раз вы берете на себя такую ответственность на создание семьи. Супруги ответили «да», и тут же вступает в силу раздел третий Семейного контакса Российской Федерации, так он и называется «права и обязанности супруга». Вот в этом разделе определены личные права и обязанности, законные режимы, имущественные правообязанности, договорные права и обязанности и ответственность супругов по своим обязательствам. то есть статья 31 Семейного контакса даже говорит, она называется так «равенство супругов в семье», то есть одним из самых главных прав это равноправие, да, супруга в семье. Каждый супруга в свободен выборе рода занятий, профессий, местопребывания и жительства. Вот такое право есть. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципов правенства супругов. Любое. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимопонимания, уважения, зависимости и благополучия, крепления, заботиться о благосостоянии, воспитании и развитии своих детей. Вот это три основные, значит, обязанности супругов. А прозвучало договорные обязанности, это пресловутый брачный договор? Да, да, брачный договор, в который органы ЗАГС к нему не имеют никакие отношения, это брачный договор, он в основном касается имущества, да, когда супруги думают, что, возможно, может быть, брак не сохранится, и на случай, если брак не сохранится, значит, в силу вступает договор, который заключается уже с юридической точки зрения, то есть во всеми вытекающими визитами следствия. То есть любой паре предоставляет возможность заключить договор до, во время, но отношения с органами ЗАГС это не верно. Это только их личное желание. Тогда вот еще скажите, пожалуйста, какие же брачные союзы у нас признаются недействительными? То есть он уже вот состоялся, он заключился в этот брак, и какое? Такое, что брачные союзы недействительными, но, как я уже сказала, если по суде удается доказать, что брак фиктивный, то есть супруги заключили брак без цели создания семьи и ведения общего хозяйства. Но опять же это очень сложно доказать, и только в суде возможно это делать, потому что органы ЗАГС не имеют права какие-то там выводы свои делать. что только фиктивный брак узнают? Браки признаются недействительными при нарушении вот этих пунктов статьи 14. То есть, как я уже сказала, они уже были родственниками, с нееспособным гражданином. И если брак был, допустим, кому-то третьему лицу, известно, что он был заключен недобровольно. Она из сторон, не согласна, а ее приняли к заключению брака. И третье лицо, если оно об этом знает, оно вправе сообщить, и брак тоже будет недействительным. Это ставится какая-то печать в паспорте? О действительности брака или что-то? Все вопросы о действительности брака решаются только в суде. По решению судебному оно поступает в органы ЗАГС, и мы обязаны исполнить, то есть мы просто аннулируем запись акта о браке. То есть она, ее не существует. И никакого документа не выдаётся? У супруги нет никакого документа, то есть никакие штампы в паспорте не оставятся. То есть свидетельство их считается очень недействительным. Но у них же уже стоит штамп в паспорте о браке? Но опять же это личная ответственность гражданина. Все понятно. Ну вот они жили долго, счастливо. А вот у нас есть такие прецеденты в городе, в нашей частности, когда граждане иностранцы, скажем так, заключают брак с гражданами России с целью получить гражданство. Там определенные есть условия. И, естественно, они без цели создания семьи, и прокурор подает в суд, как бы, иск, да? Там судья рассматривается. Естественно, эти граждане, ну, в течение, как бы, целое дело заводится в отношении этого. То есть в том числе и по этим фактам. То есть не просто так. То есть ведется расследование, доказывание и так далее. И после этого выносится судебное решение. Гражданам это решение удается на руки. Они, значит, должны его исполнить. Мы должны исполнить. Но, опять же, последствия этого, то есть свидетельство о браке, оно должно быть в суде при подаче документов. То есть оно там аннулируется. Если брак признан недействительный, то есть его, но никакие штампы в паспорте ничего там не ставятся. Хорошо. Люди живут, живут, а потом вдруг случается, что они решают развестись. Как расторгнуть брак и обязательно ли это делать. Ну, вот мы разъехались, да и разъехались. Мы не живем с тобой вместе. Чем это чревато? В практике очень часто сейчас сталкиваемся с этой ситуацией, особенно касаемо как раз наследственных, имущественных и даже обычный житейский вопрос о начислении субсидий, скажем так, за квартиру. Развод – это официальное прекращение брачных отношений между живыми и супругами. То есть именно между живыми. И развод, опять расторжение брака, оно только в ЗАГСе происходит. В случае, если у супругов нет совместных несовершеннолетних детей. То есть, если супруги желают расторгнуть брак, они по взаимному согласию приходят в орган ЗАГС, подают заявление о расторжении брака, назначается им месяц, даются на расторжение брака, чтобы еще сохранить семью шанс. Через месяц они приходят, расторгают брак, каждый из них получают именное свидетельство о расторжении брака. Штант в паспорте теперь по желанию. То есть мы теперь берем заявление с каждого из супругов о том, хотят ли они поставить штант в паспорте при заключении брака и при расторжении брака. Это, вы знаете, в связи с изменением дань нашего законодательства и постановлением правительства о отнесении таких изменений. После этого в супруге считается на законном основании расторгнувшение брак. Отсюда вытекают юридические последствия. То есть, имея на руки свидетельство о браке, о расторжении брака, семейный статус супруга меняется. То есть, раньше они были браке, теперь они не в браке, и подтверждаются документы о расторжении. Соответственно, допустим, при той же назначении субсидий обязательно подается справка, допустим, о составе семьи. И если вы расторгли брак с супругом, то справка не будет как члена семьи. Он будет просто прописанным. А вот если у вас, бывают такие случаи, женщина приходит, мы уже там 20 лет не живем. Там оформляют субсидии, а свидетельств о расторжении нет. Значит, он член семьи, ну и что, что мы 20 лет не живем. Законных оснований у вас на изменение вашего статуса нет? Нет. И все. Значит, мы обязаны предоставлять их доходы и выносили эти ключи. То есть, это вот такое же действие. Ну, например, если один из супругов… Не согласен? Не согласен? Они все развелись. Один из супругов имеет штамп в паспорте о расторжении брака и, соответственно, свидетельство о расторжении брака на руках, а другой спустил это все на тормозах. У него нет ни свидетельства, штамп у него стоит о регистрации. Значит, когда по взаимному согласию брак расторгается, заявление подают совместно оба супруга, приходят вместе. А уже расторгать непосредственно на дату назначенную может один из супругов приходить. То есть, тот, кто пришел, тот и получил. А второй может гулять, он может быть всю жизнь гулять. Что он может быть и с паспортом, со штампом, и без свидетельства. Но брак будет считаться расторжением брака, в организации составляется запись акта о расторжении брака. И первому супругу, пришедшему на расторжение, ставится штамп, и выдается свидетельство о расторжении брака. А вторая половина возможна больше. Ей понадобится это, допустим, если новый брак захочет вступить. Вот тогда уже приходят, поднимают дела десятилетней, двадцатилетней давности, и уже можно будет расторгнуть брак второй половине, который в свое время это не сделал. И только тогда будет штамп пожелания и свидетельство о расторжении. Еще расторгается брак при наличии несовершеннолетних детей в суде. То есть вот тут тоже часто сталкиваемся, когда приходят, спрашивают, то есть только в суде, если есть дети. И если один из супругов не согласен по взаимному согласию, то есть не хочет пойти. Даже если нет детей, нет детей, только в суд. У нас акция по взаимному согласию при наличии обоих сторон. Ну и опять же, если один из супругов при расторжении брака не имеет свидетельства и штампа, имеет это влияние на имущественные отношения? То есть он фактически не является супругом? Фактически, по отношению к нему, то есть у супруги есть документ, и ее состав семьи изменился, теперь бывший супруг не является ее законным супругом. Она может его даже выселить через суд из своего жилого помещения. А вот тут вторая половина, если у него нет свидетельства о расторжении брака, и в записях-то он отсутствует, то юридические проблемы возникнут. Конечно. Так или иначе, имущество... Да, то есть ему... Он будет являться все равно настоящим паром. То есть все равно статус семейный ему придется подтверждать при любом каком-то юридически значимом действии. Потому что свидетельство о браке, оно аннулируется, когда подаются заявления о расторжении брака, то есть на руках вторую половину свидетельства о браке не будет. А штамп паспорта, это штамп, все равно потребует документ. То есть любовь любовью, но все убирается... Да, то есть документ, если у тебя нет свидетельства о расторжении, а штамп стоит, штамп не документ, документ свидетельств, не нотариус, не пенсионный фонд, не налога. По штампу ничего делать не будут. Все только будет подтверждать статью. То есть одна сторона уже не является женой, потому что у нее все есть документы. А вторая сторона, называемый муж БУ, она тоже не является, но он просто не оформил свои отношения. В суде, когда расторгается брак через суд, то первоначальный этап – это прекращение брака. То есть суд выдает выписку из решения суда, она вступает месяц в законную силу, и в ЗАГСе считается, к нам приходит эта выписка, где мы ставим отметку, что брак прекращен, но не расторгнут. То есть в ЗАГСе орган не расторгся еще. То есть, опять же, даже если супруги расторгли брак в суде, он уже не считается браком. То есть уже его нельзя считать браком, он уже считается прекращенным, но не оформленным в организации. А свидетельство о расторжении брака с момента прекращения можно получить через год, через два, через пять? Да. То есть после вступления в решение в законную силу можно в любое время прийти и оформить свидетельство о расторжении у каждого супруга именно. Каким образом? Очень много интересного мы сегодня узнали. И думаю, что еще придется на эту тему поговорить, потому что тема семейного права, она очень обширна, очень глубока и затрагивает очень много отношений, в том числе и имуществами. Большое спасибо, Наталья Путин. Было очень интересно. Спасибо. 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 Спасибо.